Этот дом номер 25, дробь 1 по улице Чайковского можно смело назвать показательным в плане подготовки к осенне-зимнему периоду. Он один из первых в микрорайоне получил паспорт готовности. В частности, здесь заменили все оборудование теплоузла на современное, с датчиками, контролирующими как температуру воды, приходящую в дом, так и ее давление. Освещение при домовой территории подъездов тоже теперь соответствует всем требованиям. Оно стало экономичным, установлены светодиодные светильники, да и вокруг дома теперь нет темных мест. Такие изменения, говорит председатель домового комитета Валентина Скребова, произошли после того, как удалось наладить тесный контакт с управляющей компанией. И, конечно, сейчас изменилось отношение самих собственников к общедомовому имуществу. Даже приняли решение об увеличении тарифа на обслуживание. Поскольку это экономически было невыгодно нам, мы платили 6 копейками, да, мы ничего не могли сделать в нашем доме, поэтому мы поменяли тариф, он почти у нас около 12 рублей. Из них 2 рубля идет у нас на ремонт дома. Я считаю, потому что мы действительно сами должны содержать свой дом и свою территорию. Но подготовка города к осенне-зимнему периоду не ограничивается только жилым сектором, отмечают в администрации Сочи. Подрезка деревьев и живых изгородей, высадка цветов на клумбах города, проверка и при необходимости прочистка всех ливнестоков, освещение улиц, дорог, план, график уборки курорта. Всего в паспорте готовности города несколько сотен пунктов. И все они подкреплены документами, подтверждающими, что исполнители – управляющие подрядной компанией, собственники коммерческих объектов во всеоружии, так как имеют как оборудование, так и персонал. Сегодня и Кубанинерго, и водоканал должны свои участки просматривать и просматривали на предмет того, чтобы повреждения, допустим, возведения каких-то самовольных строений на объектах, в случае повреждения, чтобы не было препятствий для проведения работы ускоренных. Соответственно, Кубанинерго сегодня смотрит мониторговыми группами ветки, которые нависают сегодня над линиями электропередач. Управляющие компанией на картинных жилых домах также смотрят ливневую систему канализации, проводят работу собственники на предмет тронирования и сноса аварийных деревьев. На следующей неделе подписанный главой города паспорт готовности Сочи к осенне-зимнему периоду повезут в Краснодар. Там специалисты краевого управления еще раз проверят, все ли необходимые работы на курорте проведены и что включает в себя перечень экстренных мер на случай непредвиденных ситуаций в Сочи – суровой и снежной зимы или затишных дождей. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.